всем привет так что добро пожаловать в последний эпизод программы беседы с зингдадом к настоящему времени вы уже привыкли к тому что мы ведем беседу и говорим о том что происходит в нашей жизни и я подумал что в кои-то веке я поменяюсь ролями и спрошу лис а что происходит в вашей жизни ну что же честно говоря для меня сейчас очень трудное время для тех из вас кто не знает вы смотрите видео о том как мы с вкл сознательно расстаемся а тем временем вкл съехала и поэтому я живу в нашем доме одна со своей маленькой собачкой и это все это непростая задача мне приходится немного нелегко я испытываю трудности в мире произошло много перемен и мне приходится сталкиваться со многими проблемами с которыми мне приходится сталкиваться да именно так и есть именно так и есть итак тема сегодняшнего разговора с зингдадом это большие перемены мы переживаем большие перемены в нашей жизни некоторое время назад мы говорили о расцеплении о чем упоминала лиза и вы знаете на каком-то уровне я подумала что расцепление это нечто вроде того что вы делаете и тогда дело сделано и вот что стало для меня очень важным так это то что такого рода большие перемены не являются чем-то таким что вы делаете когда дело сделано это то что вы делаете а затем обрабатываете обрабатываете и обрабатываете болезненные перемены это то о чем нам нужно скорбить а еще у нас есть процесс скорби и он не завершится до тех пор пока вы не закончите и к тому же сейчас во всем мире наступило время больших перемен мы не уникальны в этом отношении мы не единственные кто переживает большие перемены уникальность происходящего в настоящее время заключается в том что каждый человек переживает действительно большие перемены я могу поделиться с вами друзья тем что за последние пару лет умерли оба моих родителя они были разведены но умерли с разницей в шесть недель друг от друга и я знаю что многие из вас переживают подобные вещи очень многие люди терпят убытки умирают близкие им люди и так же как и мы люди переживают сейсмические сдвиги в своих взаимоотношениях иногда это глубокие и близкие отношения но иногда они также похожи на дружеские отношения дружеские отношения разваливаются на части люди переезжают с места на место со всем этим пандемическим безумием многие люди сменили профессию или у них изменилась карьерная ситуация все время происходят перемены 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 и перемены большие перемены захлестывают весь мир они захлестывают мир на личном уровне как то что произошло с нами но поскольку мир представляет собой голографическое изображение люди ощущают перемены это происходит в мире это происходит по всей галактике по всему миру сейчас наступило время действительно действительно фундаментальных перемен и знаете я думал что мы уже подготовились к большим переменам я получаю сообщение уже целую вечность мне говорили мне говорили что вот вот это произойдет вот вот произойдет вот вот произойдет так что мы подготовились мы подготовились по полной программе мы поступили очень разумно и поступили разумно но почему-то вы не можете подготовить себя к такого рода эмоциональным потрясением именно поэтому многие люди обнаруживают что у них подкашиваются ноги от такого рода потрясений и друзья проблема заключается в том что все это только начинается мы вступаем в период перемен и грядущие перемены уже начинаются если у вас открыты глаза и я поделюсь некоторыми ссылками и некоторыми вещами на случай если вы еще не смотрели это видео если у вас открыты глаза вы начинаете видеть намеки на грядущие большие перемены прямо сейчас в новостях в цикле новостей прямо сейчас есть такой тип осведомителей который занят разговорами о том что на самом деле нло не являются чем-то вроде теории заговора правительство соединенных штатов отслеживает их на протяжении десятилетий примерно с тридцатых годов с тех пор как лет сорока я точно не знаю и они знают о них и на самом деле у них есть какие-то летательные аппараты и на самом деле у них даже есть пилоты который погиб во время полета и боже мой все это происходит прямо сейчас и все это время нам твердили что это всего лишь маргинальная теория заговора как будто об этом говорили такие чокнутые как зингдат которые транслируют по каналу чудаковатых инопланетян а теперь вдруг эта история попала в новостной цикл это всего лишь одна из причин все все что вы знаете на что вы полагаетесь чему вы доверяете мировой финансовой системе банковской системе чему вы можете доверять что во всем мире царит своего рода мир что вы можете быть уверены в том что в вашем обществе вашей общине вашей стране царит определенная стабильность все это нужно изменить прямо сейчас прямо сейчас и вот что сейчас начнет происходить так это то что мы увидим людей которые не готовы к этому в какой-то степени психологически а теперь скажите как вы готовитесь психологически нам предстоит путешествие направленное на то чтобы найти свою истину внутри себя найти свою связь с духом внутри себя именно это путешествие подготовит вас к эмоциональным потрясением но людей которые не готовы к этому ожидает шок переходного периода онтологический шок экзистенциальный шок когда люди впадают в экзистенциальный шок они теряют свои бананы из виду они просто теряют их из виду так оно и есть если все что по вашему мнению делает вас в безопасности если все что делает вас в безопасности исчезает она исчезает я в безопасности потому что у меня хорошая работа у меня есть свои инвестиции у меня есть страховка и все такое прочее это пенсионный фонд у нас есть пенсионный фонд и стабильная ситуация в стране, есть система социального обеспечения, есть талоны на питание, а также церковь, правительство и все такое прочее. Именно поэтому я в безопасности. И все эти неприятности исчезнут сами собой. Бум-бум. А что же происходит дальше? Люди взрываются от страха. Они разрушаются психологически. Когда вы разрушены психологически, вы не можете этого сделать, вы не справляетесь, вы не справляетесь с ситуацией. Если это случится с вами в одиночку, у вас случится что-то вроде нервного срыва. Теперь у вас нервный срыв, идите хорошо, ваши друзья, ваша семья, есть больницы, но если все вокруг вас, если примерно половина населения находится в экзистенциальный шок. У нас нет никаких резервов, нет никаких ресурсов. Наши резервы и ресурсы сами по себе находятся в состоянии экзистенциального шока. Все вокруг рушится на глазах. Нас ждут большие перемены. Нас ждут трудные, очень трудные времена. И то, что мы сейчас переживаем, это всего лишь предварительный просмотр. Это своего рода, своего рода дегустация, своего рода предупреждение. Для тех из нас, чьи души записались на путешествия в качестве партнеров на Земле, для того, чтобы наблюдать за этими изменениями. Это будет непростая задача. Это действительно будет очень непростая задача. Мне говорили, что это похоже на то, что мы проходим через это переходное время, мы проходим через это. И что-то со всем этим стрессом не выдерживает середины, и она взрывается, и это рушится и ломается. Мир, как вы знаете, постоянно рушится. Эсхатон апокалипсиса — это что-то вроде библейского термина, обозначающего это явление. Это взрыв, разрушение завесы иллюзии. И когда завеса иллюзии рушится, тогда вы видите то, что есть на самом деле. Сейчас завеса иллюзий, окутывающая этот мир, активно рушится. Если бы вы наблюдали за тем, что произошло со всей этой вакцинацией против коронавируса, вы бы увидели, как начал действовать механизм, который убедил нас всех согласиться с этим повествованием. И вдруг у вас больше не осталось сомнений в том, что там действительно есть какое-то оборудование. Там, где раньше мы говорили, «О иллюминаты, чудаки-психи вроде Зингдада, поговорите об иллюминатах». Но на самом деле это не так. Этого не может быть. Этого не может быть на самом деле. Гораздо легче поверить в то, что за кулисами существует темная элита, которая преследует свои цели, манипулирует и дергает за ниточки. Если весь мир, все наши политики, все наши лидеры, все из нас, все только и говорят, «Сделай вот это, и это очень плохо скажется на тебе». Прятаться становится все труднее и труднее. Приоткрыв завесу, мы видим, как бразды правления берут в свои руки. Так что завеса очевидна, и это еще до того, как она упадет. Но когда завеса опускается, люди, которые привязаны к этой завесе, люди, чье чувство безопасности кроется в этой завесе, как бы соглашаются с ней. Все это звучит для меня довольно устрашающе. Поэтому я просто думаю, знаете ли, учитывая те личные перемены, через которые я прошла, и то, как это повлияло на меня. Я просто думаю о том, что же нам делать дальше. Что же мне делать? Как мне справиться с таким большим количеством грядущих перемен, когда я действительно думаю, что большинство из нас чувствуют себя немного выжатыми, немного эмоционально напряженными и просто измученными? Как же нам подготовиться к тому, что нас ждет впереди? Да, да, да. Так что спасибо вам за этот вопрос. Так вот, я не осознавал этого в тот момент, когда меня посетило вдохновение запустить эту штуку, которую мы назвали собранием племени света в полнолуние. В то время мне казалось, что я знаю, о чем идет речь. Так уж устроен дух. Он сажает семя, и только когда семя прорастает и вы видите плод, вы говорите, «О, вот в чем дело». Это было фруктовое дерево. Я и сам не знал об этом. Так вот, на моих фруктовых деревьях всегда есть несколько орехов. Но самый удивительный плод, который появился на свет, заключается в том, что в этом сборе есть нечто большее, чем я предполагал. И это собрание действительно посвящено именно этому. Речь идет о том, чтобы объединить ядро людей, которые находятся в совместном путешествии. А само путешествие начинается с того, что вы соединяетесь со своим сердцем, соединяетесь с безусловной любовью. Оно продолжается тем, как избавиться от бремени, которое вы несете на себе. А затем, сюрприз за сюрпризом, появляется Адаму и рассказывает о том, что происходит в мире. Так что это даст некоторую пищу вашему мозгу для понимания того, почему это происходит. И когда вы начинаете понимать, почему это происходит, когда это начинает обретать смысл, мы перестаем зацикливаться интеллектуально, когда видим свою цель. И в этом действительно есть какая-то цель. Первая передача Адаму была очень интересной. Затем у нас были вопросы и ответы к людям, присутствовавшим на этом процессе, которые присылали свои вопросы. И один из самых удивительных разговоров или взаимодействий, меняющих ход событий, вероятно, самый удивительный из всех, что у меня когда-либо были с Адама, состоял в том, что он действительно добрался до сути дела. Почему это происходит и как дух, как дух допускает это, потому что все это входит в общую схему вещей и является благом. И еще я хочу сказать, что в конце туннеля действительно забрежил свет. Сейчас рождается совершенно новый мир. Вы не можете создать новый мир без того, чтобы старый мир не умер. старый мир. Говорят, что когда женщина рожает, она умирает, потому что вы больше не та женщина, теперь вы мать. И она умирает для того, чтобы их было двое, мать и ребенок. Нравится вам эта метафора или нет, но именно это и происходит на самом деле. Старый мир умирает. А старый мир построен на всевозможных проблемных токсичных веществах. И те, кто привязан к этому старому миру, не могут этого сделать. Они не могут перейти на новую временную шкалу. Если вы перенесете всех, кто сейчас живет в этом мире, на новую временную шкалу, то у нас просто повторится один и тот же мир. Так что на данный момент я могу сказать вот что. Собрание Племени Света в Полнолунии – это примерно то же самое. Речь идет о том, чтобы предоставить вам ресурсы для того, чтобы вы не просто пережили перемены, но и преуспели и подготовились к тому, чтобы стать сотворцом. Именно для этого Адамус и пригласил нас стать сознательными соавторами будущей временной шкалы. У нас еще есть время. У нас еще есть время, но мы должны приступить к этому прямо сейчас. Так что я думаю, это очень неожиданно, это приглашение ребята. Если вы еще не являетесь частью Племени Света, мы настоятельно рекомендуем вам начать с самого начала. Мы поместим ссылку на экран, а в описании ниже будут ссылки на то, чтобы присоединиться к Племени Света. Начните с первого пункта, пройдите свой путь до конца, догоните нас там, где мы находимся, соберитесь с Духом и приведите себя в соответствии с тем, что мы делаем. Наставления, которые я получаю от Духа, заключаются в том, что следующее Племя Света будет с прекрасной вами Лизой. О, неужели это правда? Итак, ребята, Лиза развивается, у нее действительно все хорошо получается. Она развивает удивительные способности в таких вещах, как эмоциональная разрядка, воплощенная в жизнь работа. В моем преподавании есть своего рода пробел. Мое преподавание – это все, что касается ментальных, духовных и верхних чакр. А еще Лиза действительно великолепно справляется с воплощенным преподаванием. И когда вы боретесь с подобными потрясениями, когда вы боретесь с тем, что происходит, часто вам нужно избавиться от напряжения, стресса, это боль, эти страдания. Таким образом, налицо некий воплощенный процесс. У нас остается еще много вопросов. У нас остались вопросы, оставшиеся с прошлой сессии. Так что я ожидаю, что Адаму снова появится на следующей сессии. Так что давайте немного поговорим не с Лизой, а с Адаму. Ну что же, это будет довольно приятная компания, которую я составлю вместе с Адаму. Это Лиза и Адам. Я не достойна этого, я не достойна этого. Так вот, Адаму сказал бы вам, что вы безусловно правы. Но я хочу сказать, что это настоящее путешествие, и я приглашаю людей сесть в поезд, принять участие в этом путешествии вместе с нами, принять участие в продолжающемся разговоре. Я не знаю, к чему все это приведет. Меня ведет дух, и я не перестаю удивляться тому, куда меня это ведет. Но именно в этом все и дело. Речь идет о том, чтобы собираться вместе по крайней мере раз в месяц и вести глубокий разговор, и это не просто слова, мысли и идеи, это опыт и все такое для вашего сердца. Все такое для ваша душа, все необходимое для вашего эмоционального тела, все необходимое для вашего физического тела. А еще нам предстоит отправиться в путешествие по совместному созданию новой временной шкалы, в которой мы все хотим участвовать. Потому что сейчас, как я уже сказал, происходит то, что старый мир рушится. В какой-то момент он рушится, разваливается на части, и что же приходит ему на смену? А что там у вас есть? В зависимости от чистоты вашего сознания, именно об этом мне говорили все это время, в зависимости от чистоты вашего сознания открывается определенная временная шкала. Если ваша душа действительно не зажглась, если вы действительно застряли на низком уровне сознания и несете за это ответственность, ну что же, с вами все в порядке. Вы просто еще не закончили школу. Итак, вы возвращаетесь в прошлое, возвращаетесь по кругу снова и снова. Так что в следующий раз вы будете готовы к этому. В следующий раз вы окажетесь на своем месте. Но для тех из нас, очевидно, тех, кто слушает этот разговор, для тех из нас, кто находится на пути пробуждения. Существуют некоторые высокочастотные временные рамки с некоторыми, как мне сказали, действительно радостными, прекрасными. Нам предстоит пережить чудесные впечатления от новой Земли, для рождения которой мы здесь собрались. О, это звучит просто чудесно. Так когда же наступит следующая полнолуния? Так вот, я ужасно плохо отношусь к свиданиям. По-моему, сегодня 2 июля. Звучит заманчиво, спасибо вам. Так что пройдите по ссылке, которая приведет вас к племени света. Если вы в курсе последних событий, другими словами, если вы в курсе событий, если вы вместе с нами в этом путешествии, то закажите самый свежий билет. Если вы еще не в курсе, начните с того места, где вы находитесь, наверстайте упущенное, присоединяйтесь к нам. То, что сейчас происходит, меня просто удивляет. Это гораздо больше, чем я ожидал или ожидал, и я был бы рад взять вас с собой. Да, именно так. Все в порядке. Так что большое вам спасибо, Лиза, за то, что вы присоединились к нам во время этого последнего разговора с папой. И до встречи со всеми вами в племени света. Если же нет, то, полагаю, мы снова увидимся при следующем разговоре с папой. Всем до свидания, до свидания. До свидания.